Мы читаем сорок пятую главу книги Бытие. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоящих около него и закричал, «Удалите от меня всех!» И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим, «Я Иосиф! Жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне!» Они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни, ибо теперь два года голода на земле, еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Итак, идите скорее к отцу моему и скажите ему, «Так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли, ты будешь жить в земле Гесем, и будешь близ меня ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое, и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое». И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда. И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа. И приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу, «Скажи братьям твоим, вот что сделаете, навьючьте скот ваш и ступайте в землю хананскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне. Я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть туг земли». Тебе же повелеваю сказать им, «Сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите. И не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской дам вам». Так и сделали сыны Израилевы. И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал триста серебряников и пять перемен одежд. Также и отцу своему послал десять ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и десять ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, «Не ссорьтесь на дороге». И пошли они из Египта, и пришли в землю хананскую к Иакову отцу своему. И известили его, сказав, «Иосиф жив, и теперь владычествует над всей землей египетской». Но сердце его смутилось, ибо он не верил им, когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова отца их, и сказал Израиль, «Довольно! Еще жив, сын мой Иосиф! Пойду и увижу его, пока не умру!»